МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новые детали противостояния у Елены Крыловой. В Абакане есть департамент по транспорту, есть мэрия, глава города и несколько его заместителей. Но, похоже, все они бессильны, когда у пассажироперевозчиков появляется подозрение, что их интересам что-то угрожает. И к непредсказуемости городского автопарка многие привыкли. Конечно, нельзя такого делать. Это же люди на работу идут и все. Ну, им, наверное, виднее. У нас жизнь такая. То, о чем не принято говорить вслух официально, на автобусных остановках сегодня главная тема. В Абакане практически все автобусы из одного гаража. Власти у нас беззубые. Я бы на их месте лицензию отобрал и все у одного хотя бы, у Семенова. Это хитрый человек. Когда на выборы он кричит, ох, я такой хороший. Это уже не один раз. Во время забастовок обычно забывают про сотни людей, которые вроде и не хотят, а бастуют. Контролер получил заплату. Его дети получили заплату. День, день, час, час. Сколько рейсов у него? Вчера они по дворецу сделали. Сегодня же я разговариваю. Говорит, кто-то получил 130 рублей. А кто, говорит, на коммерческе у него Семенова? Те, говорит, вообще ничего не получили. Организован этот неприкрытый шантаж. Этот демарш. Я считаю, что такие методы абсолютно недопустимы. И, возможно, именно потому, что договоров на коммерческие перевозки в абаканских автобусниках нет. Абаканской мэрии у бунтующих перевозчиков давно доверия нет. Спасение они пытались найти в Уфас. В службу поступило разом 35 обращений. Жаловались друг на друга и на мэра. Антимонопольщики помогли составить документ, по которому должны работать транспортники. Теперь они бизнесменам враги. Все пункты по ответственности по договору, естественно, возмутили перевозчики. Новый документ вступит в силу только после того, как его одобрит абаканский горсовет. И пока неизвестно, в каком он будет виде. А сейчас чиновники пытаются найти управу на пассажира-перевозчиков. На Уфас надежды нет, так как забастовка не попадает под сговор. Больше надежды на прокуратуру, по крайней мере, абаканская мэрия уже сегодня передала все необходимые документы силовикам. Кроме того, к решению проблемы подключился уполномоченный по правам человека. Елена Крылова, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Развитие энергосетей – это комфорт и безопасность жителей сибирских регионов. Эту тему обсудили накануне в Чите на совместном заседании Совета при полпреде президента России в Сибирском федеральном округе и Совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Участие в заседании принял и глава Хакасии Виктор Зимин. Главной темой совещания стало развитие электросетевого хозяйства Сибири. Однако участники затронули и другие вопросы, связанные с различными направлениями деятельности – образованием, сферой гос- и муниципальных закупок, презентацией сибирских регионов в дни Олимпиады в Сочи. Нужны новые мощные подстанции, линии электропередач. Это характерно не только для Хакасии, но и для большинства сибирских регионов. Поэтому вопрос действительно очень важный. От его решения зависит надежность электроснабжения наших жителей, их комфорт, главное – безопасность. Председатель МАС подчеркнул, что в то же время в энергосетевом хозяйстве Сибири еще остается много узких мест. Жилье детям-сиротам. В преддверии Нового года бывшим воспитанникам детских домов Абакана вручают ключи от квартир. Сегодня список счастливых обладателей жилья пополнился еще одним новоселом. Удобство новой квартиры вместе с Анатолием Шадрином оценила Наталья Гармашова. Ключи Анатолию сотрудники отдела опеки и попечительства вручили накануне. Сегодня в обеденный перерыв молодой человек спешит вновь в квартиру. Своего жилья у парня никогда не было. За плечами детский дом, сейчас живет с дядей. Это буря эмоций, восхищений. Просто я так долго этого ждал, и вот наконец это произошло, и у меня даже слов нету. Я был просто поражен. Здесь я поставлю кровать, а в этом углу я поставлю телевизор и компьютерный столик. Ну, пока вроде все. Ванной займет место стиральная машина. Ее Анатолий уже тоже успел приобрести. А вот кухне пока преобразований не требуется. Прежние хозяева оставили мебель. Вот здесь интересно сделать столик. Вообще прям интересно и симпатично. Мне даже самому нравится. Столик поставлю туда, как бы там обедать, туда-сюда. Кофе пить, допустим, можно здесь. Анатолий уже в ближайшие дни планирует создать интерьер. И встретить Новый год уже на новом месте. Отметят до конца декабря новоселье в общей сложности 24 молодых человека из Абакана. Все из категорий бывших воспитанников детских домов. 17 из них ключи уже вручили. Средства на приобретение жилплощади выделяют республиканские федеральные бюджеты. В общей сложности более 35 миллионов рублей. С этого года система передачи квартир несколько изменилась. С 1 января 2013 года эти жилые помещения передаются в специализированный жилищный фонд. До этого их передавали в соцнайм. И, к сожалению, были факты, когда дети приватизировали и продавали эти квартиры. Теряли фактически право жить в жилье. Потому что государство предоставляет однократно жилье по этой программе. По закону заключить договор соцнайма, если получится приватизировать квартиру, молодежь сможет только через 5 лет пользования жильем. Одним словом, создание специализированного жилищного фонда – это своего рода защита имущества бывших сирот. Наталья Громашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Сегодня утром в Абакане приземлился самолет со станками красноармейца Ивана Грызина. Их привезли в Абакан в сопровождении двух внуков погибшего солдата – Павла и Ивана Грызиных. Артиллерист Иван Грызин погиб в Смоленской области в самом начале Великой Отечественной войны – в 1941-м. Он был призван из села Краснополье Алтайского района. В те годы в составе Красноярского края. Солдат пропал без вести. И только спустя 72 года его останки нашли. При себе у красноармейца сохранилась капсула, в которой находилась бумага с информацией о нем. Нашли каску, лопату, патронтаж. Сапоги были, но не сгнили. И патроны, которые отстреливались, гильзы уже пустые. Красноармейцы похоронят завтра в селе Краснополье, рядом с могилой сына, который не дожил до этого дня чуть больше месяца. Из троих детей солдата сейчас осталась в живых только его дочь. Она живет в Краснополье. Организацию перезахоронения взяли на себя администрация Алтайского района и военный комиссариат Хакаси. Кстати, в архивах военного комиссариата нашлась похоронка на него, которую так и не передали родственникам в годы войны. Прошедшие сутки отметились большим количеством ДТП с пострадавшими. Так, на автодороге Саиногорск-Черемушки иномарка под управлением молодого человека 24 лет вылетела на встречную полосу. Затем машину вынесла на обочину и она врезалась в дерево. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. А в Усть-Абаканском районе на трассе Енисей иномарка сбила пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. ДТП произошло накануне поздно вечером. Молодой житель села Калинина за рулем автомобиля Тойота ехал в направлении абаканского аэропорта. На выезде из села 34-летний пешеход пытался пересечь дорогу, пренебрегая элементарными правилами безопасности. В результате наезда иномарки пешеход погиб на месте происшествия. Сегодня во всем мире проходят мероприятия, посвященные Дню инвалида. Он был учрежден Организацией Объединенных Наций в 92-м году. И главная его цель – напомнить обществу, что люди с ограниченными возможностями – его неотъемлемая часть. Хакасия не осталась в стороне. Здесь уже неделю проходят мероприятия, посвященные этому дню. И сегодня неограниченные творческие возможности людей с ограниченными физическими возможностями увидел Виктор Лушников. В Хакасии более 30 тысяч инвалидов, но в галоконцерте участвовали всего около сотни самодеятельных исполнителей. Самые известные – коллективы Абакана. Одно из самых ярких выступлений у Ольги Федотовой, инвалида по слуху. Она пять лет занимается танцами, но для того, чтобы попадать в ритм, ей приходится всегда быть в напряжении. Музыки-то Ольга не слышит. Фестиваль для всех инвалидов – это еще одна возможность пообщаться, почувствовать свою нужность, доказать себе и другим, что мир не ограничивается. Стенами квартиры или общением по телефону и интернету. Очень творческие люди. У нас поют, у нас очень много поэтов. Люди пишут стихи, печатаются. Пишут рассказы, печатаются. Люди очень интересные. Люди позитивные. Позитивность, пожалуй, ключевое слово сегодняшнего фестиваля. Люди с ограниченными физическими возможностями не просят ничего сверх положенных пенсий и льгот у государства и просто радуются жизни. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Новый телятник появился на агропредприятии «Целинное» Ширинского района. Сегодня здесь подрастает три сотни полугодовалых животных. Их в целях удобства разместили группами по 100 голов в каждой. Телятник обошелся сельхозрабочим почти в 3,5 миллиона рублей. Молодняк содержится в комфортных условиях. Для животных зоотехники подготовили теплую соломенную подстилку. В помещении установлены автоматизированные поилки. Кормов заготовлено вдоволь. Малышей кормят сеножом, концентратами. Сено пока дают без ограничений. Бычки и телочки свободно передвигаются по новому жилищу. Выходят на улицу, чтобы погреться на солнце. Зоотехники провели перевеску. И на сегодняшний день результат около 800 грамм перевес получил каждый теленок. Это как бы пока нормально, но мы надеемся, чтобы телятки наши давали по килограмму. В принципе, с такими кормами, как мы сейчас кормим, такого содержания мы думаем, будем добиваться таких. Добавим, что сегодня в агропредприятии содержится 3000 голов крупного рогатого скота. С появлением телятника появилась возможность увеличить поголовье животных. А вот зверю на воле с кормами в зимний период повезло меньше. Зимой из-за слишком высокого снежного покрова в лесной и таежной местности диким животным трудно передвигаться. А главное – находить пропитание. Но в этот непростой период зимовки зверь голодным не останется. Речь идет о заказниках. Кискачинском, Вустебаканском районе, Июском и Багратском. Зверей спасают сотрудники дирекции по особо охраняемым природным территориям. В специально организованных кормушках они раскладывают заготовленное сено. Не покупное, как в прошлом году. Оно обходится слишком дорого. Тогда пришлось отдать полмиллиона рублей. В этом году на собственной технике и лесных участках заготовлено свыше 100 тонн, чего должно хватить на всю зимовку. И усилия не напрасны, говорят специалисты. По данным учетов, ежегодное количество копытных увеличивается. Это и косули, и морала, и кабана. Наша самая задача сохранить тяжелый период, когда они выходят к городам поближе, где становятся легко доступными для добычи. А здесь они сохраняются, размножаются и потом уже расселяются по всей Хакасе. Это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. После смотрите рубрику интервью. Отличного вам вечера и оставайтесь на канале Россия 24.